Здравствуйте! Это телеканал Губернии 33. Далее в нашем телеэфире программа «На всю Владимирскую». В студии Екатерина Глазкова и сегодня гость нашей программы – заместитель начальника санитарного надзора Роспотребнадзора Светлана Костина. Светлана Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Рада видеть вас в нашей студии. На этой неделе жители Владимирской области, как и в целом по всей России, отмечают сразу два праздника – День защитника Отечества 23 февраля и Народную масленицу. Как правило, оба события сопровождаются застольями, поэтому не лишним будет напомнить, как и где купить качественные продукты к столу и без вреда для здоровья, так скажем, пережить эту праздничную неделю. Светлана Николаевна, расскажите, где специалисты советуют покупать продукты питания в официальных торговых предприятиях? Ну, вы знаете, это кто к чему привык. Потребитель для себя сам выбирает то место и те магазины, где они покупают продукты питания. Это либо крупные торговые сети, либо небольшие магазинчики, расположенные рядом с домом, где покупатель-потребитель живет. Поэтому мы выбираем любое место. Главное, чтобы там была качественная и хорошая продукция. А каждый выбирает сам место. И, конечно же, нельзя покупать продукцию в несанкционированных торговых местах. Это на улицах. То есть мы идем либо в торговую сеть, в магазин, либо на рынок. Но все-таки есть ли какие-то правила, как от специалистов, можете рассказать, по каким критериям нужно все-таки выбирать правильный магазин с качественными товарами? На что обратить внимание в первую очередь? Когда мы идем в магазин за покупками, мы, конечно же, уже знаем, что мы хотим купить, что мы хотим приготовить из данных продуктов питания. И, конечно же, мы первым делом смотрим непосредственно на продукцию, на состав продукта, на его условия хранения, на срок годности, на именование продукта. И, естественно, стоимость продукта. И чтобы цена и наименование продукции, указанной на ценнике, соответствовало наименованию продукта, указанному на упаковке. Для того, чтобы избежать обмана потребителя и чтобы вы именно купили то, что вам необходимо. Часто бывает, что вот сам праздник масленицы, люди очень часто набрасываются практически на блины, как будто впервые в жизни их видят. Масленичная неделя по правилам, да, по таким народам всю неделю едим блины. Часто люди перебарщивают, так скажем, да, вот с такими явствами. Как вот это время, блинную неделю, пережить без изобилия особо для фигуры? И что нужно делать? Ну, конечно же, праздники у нас идут целую неделю, которые завершаются у нас в выходной день праздничными гуляниями, когда мы едим большое количество блинов. Блины – это очень вкусно, но это очень калорийная и жирная пища, которую нужно для того, чтобы не было вреда для фигуры и для здоровья, совмещать с другой пищей. То есть никоим образом не нужно ограничиваться только блинами, потому что наше питание должно быть сбалансированное по пищевым энергетическим ценностям продуктов, по белкам, по жирам, по углеводам. Поэтому мы не забываем об овощах, о фруктах, о мясе и рыбе. И вот это вот все совмещаем. И тогда, когда мы съедим один или два блина, то это будет абсолютно безвредно для нашего организма. Помимо этого, нужно учитывать то, с чем мы едим блины. То есть мы привыкли есть блины с разными начинками. Одно дело тогда, когда мы съели блинчик фаршированный творогом, либо мясом, либо сметаной. Другое дело тогда, когда мы предпочтем, например, в качестве начинки какие-то либо фрукты, либо что-то такое овощное. И это уже будет гораздо легче усваиваться нашим организмом. То есть блин – это, в принципе, отдельное блюдо, цельное, так скажем, да? Блин – это цельное, отдельное блюдо. И после того, как ты съел блин, конечно же, не стоит его заедать и вторым блюдом, либо первым блюдом, и еще какой-нибудь булочкой. То есть насыщаемость организма приходит чуть позже. Поэтому это надо учитывать. Тогда, когда мы съели один блин, два блина, и мы не наелись, то нужно немножечко подождать, погулять, подышать свежим воздухом, сходить на прогулку. И только после этого приходит насыщение у организма. И мы понимаем, что да, двух блинов нам вполне достаточно. Светлана Николаевна, все-таки в маслочную неделю, как и в сам праздник воскресный, блины продаются на улицу. Как Роспотребнадзор проверяет такие торговые точки на качество? Дело в том, что мы с управлением торговли, которое организовывает все выездные ярмарки, согласовываем меню и ассортимент блюд, которые будут на этих ярмарках реализовываться. То есть там каких-либо салатов многокомпонентных, намазанных майонезами вы не встретите. Там будут, конечно же, традиционные блины, потому что без этого никак нельзя. Там будет шашлык, там будут какие-то легкие такие закуски. На что нужно обратить обязательно внимание? Конечно же, на прятность той торговой точки, где вы хотите покушать. То есть это уже должен быть и продавец, аккуратно одетый с санитарной одеждой. У него должно быть и продукты, которые должны быть разложены и правильно храниться. И если необходимо, то должно быть и холодильное оборудование, подключенное к электричеству, чтобы соблюдались температурные режимы хранения продукции. И, естественно, наличие каких-либо дезинфицирующих средств. Мы зачастую очень рекомендуем, чтобы у продавцов при уличной торговле были кожные антисептиками, которые попрыскал и обработал руки. И если мы видим тогда, когда торговая секция аккуратная и вас не вызывает никаких сомнений, то вполне можно прийти и купить там покушать, и горячий чай попить, если мы замерзли на улице. Если человек вдруг увидел какие-то нарушения при продаже пленов, можно ли как-то пожаловаться? Понятно, что подействовать на самого продавца, на сам торговый павильон невозможно. Пожаловаться, может быть, куда-то вызвать? Вы знаете, пожаловаться, конечно, можно, но отличие в том, что это выездная торговля, которая на праздничные массовые гуляния организована, а потом ее не будет. То есть тогда, когда у вас возникают какие-то сомнения и нарекания, то нужно запомнить фамилию той торговой секции, кто организовывал торговлю, для того, чтобы уже написать обращение в управление Роспотребнадзора. И мы уже будем тогда разбираться непосредственно с тем юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, который организовал эту выездную торговлю. Но чаще всего именно те люди, которые оказывают услуги общественного питания при выездной торговле, они всегда одни и те же. То есть уже проверенные, которые знают требования к выездной торговле и которые стараются их соблюдать. Все-таки лишним не будет напомнить телефон горячей линии Роспотребнадзора, которым можно позвонить и, если вдруг заметили какие-либо нарушения, сообщить. 8 800 200 05 45. Поэтому если мы видим нарушения, то мы звоним, потом после праздничных дней мы можем написать письменное обращение. И мы в управлении Роспотребнадзора будем разбираться с этим обращением. Но нужно и помнить и про себя. То есть тогда, когда мы идем и хотим покушать, перед этим погуляли и трогали руками и ватрушки, и санки, и все что угодно. В общественном транспорте проехали. Да, в общественном транспорте проехали. То, конечно же, тоже при себе нужно иметь какие-то влажные салфетки для обработки рук. Это обязательно, чтобы мы не заносили грязь с той едой, которую мы купили, к себе в организм. Это обычный банальный правиль. Да. Сонна Николаевна, расскажите про рецепты, может быть, блинов, которые организм переносит легче на эту блинную неделю масленичную. Вы знаете, блинов у нас может быть много. И рецепты у них различные. Но наиболее лучше усваиваться организмом, и будет легче переноситься, те блины, которые изготовлены из ржаной муки, из гречичной муки. То есть не обязательно именно наличие муки высших сортов пшеничной, к которой мы привыкли, а именно вот что-то вот такое, крупного помола, которое будет хорошо полезно для организма и для кишечника, легко усваиваемое. Да, помимо этого, можно же приготовить блины либо на кефире, либо на сыворотке, либо на молоке. Я, например, предпочитаю приготовить блины выпекать на 1% кефире. То есть это легче усваивается, нежели мы возьмем цельное жирное молоко. То есть если изменить молоко, то будет полезнее получается? Либо в самом молоке... Это будет полегче. И, конечно же, нужно еще раз сбалансированное питание, которое категорически не зацикливается на одних блинах, а именно совмещается с какими-то другими продуктами питания. Слава Николаевна, в воскресенье вот такой блинный разгул, так скажем, закончится, начнется Великий пост в понедельника. Многие это время используют не просто с целью, как верующие, например, с какой-то сакральной целью, некоторые используют это время просто для разгрузки, очищения организма. Как все-таки вот это время пережить с пользой для организма, потому что далеко не все готовы, потребляя пищу практически все, перейти вот на такое ограничение? Вы знаете, я советую тогда, когда мы постимся, то категорически запрещено, конечно, поститься беременным и больным людям. То есть это нужно, чтобы организм человека был совершенно здоров. И при посте нужно соблюдать, нам все равно в организму нужны белки, жиры, углеводы. И совмещать, если мы не едим мясо, то тогда белок мы должны восполнять растительным белком. Но для того, чтобы восполнить растительным белком, это же не обязательно есть только гречку и овсянку. То есть много разных сортов и круп, и других продуктов. Очень хорошо восполняются белком, бобовые, чечевица, фасоль. То есть нужно, чтобы было разнообразие на нашем столе. И тогда пост вполне можно пережить без каких-либо последствий для организма. Но иногда мы советуем даже, если вы хотите поститься, но у вас здоровье не позволяет, то первая неделя. А потом, конечно, уже присоединять какие-то продукты питания. Вы говорите про то, что мясо необходимо чем-то заменить, но все-таки существует стереотип, если не есть именно мясо, сил не будет, человек будет ходить уставшим, на работе спать целый день. Вот есть ли вообще действительно подтверждение вот этому стереотипу? Вы знаете, конечно, мясо – это белок. Белок у нас является строительным элементом в нашей системе организма. Не обязательно есть мясо, белок же у нас есть и в рыбе, и в птице. Но еще раз, тогда, когда мы постимся, то можно заменять продукты на растительный белок. Именно те продукты, которые богаты растительным белком. И вот за счет вот этого растительных белков, замены продуктов, в наш организм будут поступать именно те аминокислоты, которые необходимы для нашего здоровья и функционирования, и жизнедеятельности нашего организма. То есть смысл не в самом факте мяса, а в том, из чего, собственно, оно состоит. Именно в белке, как строительном элементе и как источнике незаменимых аминокислот для организма. Светлана Николаевна, сейчас на прилавках очень много продуктов, постных продуктов. Вот насколько эти продукты действительно готовы заменить? Те микроэлементы, которые содержатся в других видах пищи? Ну, если наш производитель заверяет нас, что это именно постный продукт, то это так и должно быть. Другое дело, мы должны обязательно посмотреть на состав, что в этот продукт входит. Другое дело, обогащен этот продукт микроэлементами и витаминами или нет. Это же совсем не обязательно. Но если производитель обогащает продукт дополнительно, там, допустим, витаминами А, витаминами, ну, любыми витаминами и макро- и микроэлементами, то он это должен писать на этикетке. Поэтому тогда, когда мы идем в магазин, мы обязательно смотрим этикетку и состав продукта и читаем, что входит в состав продукта. И тогда мы для себя выбираем, что мы хотим купить, что не хотим купить. Очень много элементов, которые заключены в составе продуктов, людям не знакомы. Говорит ли это о том, что они могут быть вредными? Вот эти все действительно красители с маркировкой Е. Многие считают, что, в принципе, буква Е уже считается чем-то плохим. Вы знаете, дело в том, что у нас продукция изготавливается по нормативно-техническому документу. Это либо ГОСТ, либо технические условия, рецептуры, и которые соответствуют техническим регламентам таможенного союза. И все то, что запрещено техническими регламентами таможенного союза, не должно быть в этом продукте. Другое дело, если продукт может содержать какие-либо аллергены, например, орехи, которые являются аллергенами, то тогда о наличии их должна быть информация на этикетке. Точно так же, как и информация о том, что в продукте содержатся генетически модифицированные организмы, если они применялись при изготовлении продукции. То есть все то, что используется при приготовлении продукта, должно быть вынесено на этикетку, с которой может ознакомиться любой потребитель. Слава Николаевна, еще поговорим о хлебе. Такой продукт очень часто также уходит из постного меню. Действительно ли важно есть хлеб человеку? Насколько можно заменить его другими продуктами? Ну, вы знаете, всегда ведь говорили, что хлеб всему голова, поэтому это традиционный продукт, который традиционно используется у нас за нашим столом. И вообще продукт – это источник хлеба, источник витамина группы В. Я, в свою очередь, рекомендую, если мы хотим, чтобы наша фигура осталась красивой, и мы за праздничные, масленичные дни не поправились, то покупать продукцию, обогащенную злаковыми культурами и из муки крупного, грубого помола. Это и хорошо для нашего кишечника, как источник клетчатки, и как витамина группы В. Поэтому от хлеба отказываться не надо. Кусочек обязательно хлеба должен быть у вас на столе. Другое дело – это батон, который из пшеничной муки, то вполне можно воздержаться от этого продукта. Одно дело пост, другое дело вегетарианство. Вот недавно в обществе появилась мысль о том, что вегетарианство на самом деле вредно для здоровья. В научной сфере такая мысль промелькнула. Вот ваше мнение, какое по этому поводу и личное, может быть, и сотрудник Роспотребнадзора? Вы знаете, у меня к этому вопросу двоякое отношение, потому что я как врач, как медик, я все-таки считаю, что белок именно животного происхождения у нас должен присутствовать, потому что это один из самых главных строительных элементов нашего организма. Но люди некоторые считают и привыкают, что вегетарианство для них это правильно и полезно. И опять же из овощей и фруктов тоже можно, они также являются источниками и белков, и жиров, и углеводов, и макро- и микроэлементов. То есть из них тоже можно именно подчеркнуть для своего организма то, что тебе необходимо. Поэтому тут то, к чему привык и как относится. Я как бы занимаю нейтральную... Против не выступаете? Да, против не выступаю, пожалуйста. Но я, конечно, предпочту шашлык вкусный съесть. Личное мнение? Да. Поддерживаю. Слава Николаевна, вот вернемся все-таки к теме поста. Как вы считаете, нужно ли действительно соблюдать пост тем, кто хочет разгрузить, очистить свой организм не с целью, действительно, вот как верующие считают, цель поста, да, воздержания, а именно вот очистить свой организм. Нужно ли это человеку? И стоит ли это делать вообще? Вы знаете, ну вообще иногда надо обязательно очищаться, давать организму стресс и потом разгрузку. Это очень полезно. Это полезно и для кишечника нашего, и для желудочно-кишечного тракта, для того, чтобы очиститься, и организм вот именно вот испытал вот такую вот стрессовую ситуацию. Поэтому, да, обязательно нужно... В пользу для организма хоть какое-то время, да, я так понимаю, не обязательно вот эти стрессы? Нет, но это не... Конечно, это не нужно доводить до абсурда и фанатизма. Тогда, когда мы уже встаем на весы, и у нас килограмма все уменьшается, уменьшается. А в пределах разумного, то это, конечно, почему нет? Очень неплохо. Я надеюсь, что наши зрители обязательно внемлет всем нашим рекомендациям, прислушиваются, ну и, конечно же, с пользой для себя или своего организма проведут и праздники, и время поста. Заместитель начальника санитарного надзора Роспотребнадзора Светлана Костина была сегодня гостью программы на всю Владимирскую. Кстати, запись программы можете найти на нашем сайте trt33.ru, найти, посмотреть и вновь услышать все советы нашего сотрудника Роспотребнадзора. Меня зовут Екатерина Глазкова, я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.